и всем привет мои дорогие друзья подписчики и зрители моего канала меня зовут александр я продолжаю играть в арксурвайвал волов и сегодня мы продолжим выживать на генезисе да именно туда мы сегодня пойдем наконец уже надо закончить эту миссию а кстати я тут потусовался немножечко за кадром и добыл просто тупо ресурсов я просто потратил все время на добычу ресурсов и ну не так уж и много добыл всего но в целом у меня теперь хотя бы есть металл хотя бы есть медная паста и полимер то есть ну да немножечко элемент подбывал опять-таки что же это всего лишь на всего немножечко в космос вот чё я хотел полетать и не пойду сегодня не хочу что-то вот прям реально я захотел погонять на скатах погоняем на скатах такс давай разворачивайся погружайся в воду не бойся не бойся красава так а свет включить отлично и клево если в нажать моем случае на цен то есть это альтернатива удар то он погружается воду если снова на цен то без это по дефолту на control то он плавает над водой при этом я могу брать оружку и стрелять в кого-нибудь к примеру они детьми чеки нельзя давай рыб у вас поди подстегну ух ты какая рыбка то хорошо уворачивается но в общем вы поняли вот так можно спокойно с винтовочки подбанив к поверхности с винтовочки обстреливать кого-нибудь и томить их слушай 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 слуха 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 погоди 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 так согрешение согреша акулы вообще агрица то есть они вот зовут эти лапки цепляют вот мне интересно аската томить я смогу на нем мне он счет не агрица блин боюсь вода я пострелю суши что-то непонятно так слон согрался отлично ну-ка не суши кормить я его не могу а жаль уй да ладно смыть эту воду не простреливаешь серьезно вот не простреливаешь а что ли попадал в тебя не должен был попадать черт знает еще было так пока не покажи погоди это красава ладно погнали пока я туда-сюда оставался уже начало черепухин ну ты нифига себе пара прикол я здесь скажу по воде точно так же прикол так нажимаем c погружаемся в воду и где дома короче надеюсь я какую-нибудь твой лапу зацепит отлично ну что погнали погнали по волнам я скатов никогда не томил я теперь хочу потомить ската я должен был попасть туда почти отлично интересно сколько может на суше хранится добрый день мой домик офигеть куда я куда плыву чего где как зачем почему под водой а что вы мне не сказали там нафиг мы мне это не нравится так мне это реально нравится ну что они просто появляются вот эти постройки все я даже этого не ожидал а ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй как пара лагивает подлагивает иногда не ну вот чем погружением под воду это была какая-то подстава конкретная нафиг а что штук угол еще под водой мать его да пошел жирный какой с пассажирный давай боли мне нифига суши не то что скат прикольно это я уже понял но гоночная трасса жопашная жопа давай 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 ну нафиг через остров реально вот это вот нет гонка это конечно прикольно все таки вот сама по себе все таки прикольно в этом плане но я точно могу сказать что блин она сложнее чем предыдущие подводные это факт хотя бы из-за того что я здесь во первых я пролагиваю подлою что тоже как будто меня это все-таки минус как ни крути вот а во вторых но она она сложнее тут дофига поворот все дела вот это вот все клево это был клевый неожиданно необычно я бы даже так сказал мегатыри пика гарпунчик не карпанчик у меня там лучше мега на мегатери все правильно оно это было да лучше сделала так то чтобы было а лучше вообще сделала так как чтобы еще лучше разделить и вот так короче ноги битка фигеть просто это это однозначно прикольно то пред кстати хочу есть не забуду открыть еще бокс и а чё у меня бабки появились смысл шестигранники чего бы не открыть еще этих кейсов за шестигранники посмотреть что там вообще выйдет и реально оценить если смысл их открывать есть пути издробитель или же покупать ресурсы к примеру до рандом все дела но все равно да вот здесь у меня явно вот с этим поворотом проблема потому что я просто в него не попадаю на ускорение я в него не попадаю да и вот здесь у меня была проблема я вот здесь вниз стрелки не увидел или их не было видно для меня они меня не прогрузились а или я просто не заметил их я не ожидал что будет под водой мать вашу серьезно что ли вот боже мой что сейчас такое было это не туда а вот этот а пошли да я все еще ориентируюсь по стрелке вверху потому что тут вариантов нет ну вот это вот округление вокруг рифов это конечно было еще та жопочная жопа на что поделаешь сейчас полетим давай тут конечно в первом полете самое главное правильно попасть там по идее ты должен попасть и она тебя должна завести в одну то есть это вот круговерть сразу же туда куда нужно по идее мне кажется я тогда этот не проплывал или я попал под водой который был идея бы дальше вы не смог продолжить если бы я не проплыл ну ладно на видео это было видно вы точно знаете про то я тут под водой между бревен или нет вот это самый кайфовое место это прям самое кафе у места ты просто на скате пролетаешь сквозь и кстати получается а нет это у меня получается кислород как бы проверить может искать одну пошел ты бачков вот и даю дальше как предлагала красиво ох красиво так помогала да ладно смысле блин да что ли ёб твою за ногу то ты серьезно нет что-то на бетке у меня прям вообще заносы на заносах прям очень сильно и надо shift отжимать короче потому что shift отжимаешь он тебя это типа ускорение заканчивается новая не знаю вот сейчас shift отжимаешь а это было ему больно явно что мы получили для плезика хорошо ну давай пробовать альфа я не знаю я я сомневаюсь что я сперва западу честно я сомневаюсь так здесь в первом нужно прям вот вот в этот край смотреть когда я буду прыгать это факт то есть я перепрыгиваю и на том ускорении да я должен вот 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 там которую этот подъемчик я должен смотреть немножечко вниз чтобы туда что а вперед что ли ёб вашу мать я что-то задумался чутка и собственно бросал немножко времени все как обычно это шья ладно погнали теперь да пошло на ускорение слушайте кстати реально давай вот так вот попробуем вот это ускорение взять и с помощью него пролететь я думаю что дальше плечу я пролечу все это делать но ладно не повезло так главное сейчас фрифах не заблудиться у это пошел ты в очковый блюдок мать твою за ногу и меня уже бесишь вот прям а подводной части сама дебильная он так скажу ну а кроме для меня да еще это гавна появилась а не 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 зацепила на меня хорошо хоть так но официально заявляя я пока что в жопе даже по времени не то что по расстоянию а по времени то есть как бы вообще нет не менее ты чё так пролагиваешь это прямо нехорошо давай ты не будешь я понимаю клинический биом здесь вот самый тяжелый насколько я понял все таки пошел ты зацепился что-то он самый тяжелый так как здесь и мобов дофига все дела вот это вот то есть как бы здесь он самый сложный и вообще удивлял что есть могу нормально находиться вот скажем так но на бок не время-то понятное дело я не успеваю здесь прям вообще тупить нельзя на альфе как я уже неоднократно говорил то есть торцуешь на альфе не тупишь вообще 4 321 кстати почти финиш почти финиш мужчину хотя бы секунд 15 я бы тогда бы успел наверное успел даже черепухи черепухи 85 до меня другая черепухи есть большого и большой черепухи ладно козу и отлично они тогда не протупил во время я не потерял себя много так что хорошо кстати мне другой склад каждый раз сразу ласка туда поэтому по характеристикам так нужно вот сюда я угадал я угадал только в лагах он не пропрыгнул у меня подлагал из-за этого нажатия клавиш не сработало но это был правильное то что я делал я значит правильно сказал нужно смотреть немножечко вправо и без проблем еще вот здесь не затупить здесь пошло в жопу здесь так здесь кстати лучше вообще без ускорения проходить больше шансов паду по всем колечкам и не нужно никуда торопиться там по сути ускорение на как больше подстава какая-то вот здесь ускорение нужен да на там ускорение подстава который тебя просто выкидывает за край ты такой клёво я не туда полетел такую клёво только там не туда полетел так но пока у меня есть все шансы опять мимо своей базы проплываю добрый вечер как ула я еще думаю мне по ходу дела придется мой парк подводных динусов расширять я думаю вы прекрасно знаете что есть такой один из здесь просто тип существо которое прям конкретно жесткая конкретно здорово на всех скринах есть когда ты ищешь вводишь поисковик этот океанический биом ты обязательно находишь там тут огромную пасть подводную которая тебя пытается сажать и как я понимаю нужно будет с ним воевать то есть здесь нет как таковых боссов но здесь есть океанический то есть не океанический а в целом босс более ладно да то есть нет такого босса как мы привыкли но здесь есть боссы в миссиях вот и собственно я успеваю отлично не собственно я думаю с ним мне двух мозиков не хватит точнее как точнее как мне хватит двух мозиков но урона на альфа мне точно не хватит с лексидисом я сражался я понял что мне не хватит да все таки говно всякое дают и это это чем броня 103 273 а 387 здесь прочность 332 а здесь брони дофига ну нифига но прочности очень дофига но слушает эта маска защитный костюм намного лучше тут не по спору потому что прочно же главное какая броня защитного костюм надеваешь защитный костюм тебе явно не рассчитываешь на какую-то сверху броню и так далее пошли заметку зрели пока пока мы рядом погнали за заметки ну как заметки исправим глюки галюки исправлять я тоже хочу абсолютно все я потом под конец буду прям посвящать этому определенное количество время чисто я когда ладно сейчас скажу как только мы пройдем все эти тесты исправим все глюки я надеюсь у нас появится шанс глянуть на мир за пределами сумуляции дженни здесь огромная территория но только представьте себе прогулку по реальному однако нельзя забывать что это будет уже не тот мир который ты помнишь война суровый климат и землетрясение стерли множество городов и памяти да да это конечно прикольный глюк это прям такой знаешь это вот прям глюк такой был прям в тему я даже так сказал и я задумался может из реально абсолютно все надо глюки миссии пройти как она сказала поле ну я так и так хочу их все пройти так что как бы команд не вот но блин походу надо реально все так и так проходить это здорово это замечательная вот и я когда блат сталкера притомил я там не кислоток поход на биоме подсобирал глюков потому что на блат сталкере там был один глюк который ты просто забираешься под самый потолок под самый потолок забрался на дереве и она члена и горит типа хух это был типа тяжелый глюк его было тяжело достать то есть наши разработчики это подразумевали что это реально глюк тяжело а я просто туда зашел я просто летал я хотел забраться наверх а слушай а может это было на видосе в общем короче я там еще полетал не кислота глюков собрал кстати может здесь у меня написано сколько глюков собрал а ну это здесь болотный 14 из 30 ну то есть половину я там просто ну дофига будет собрал вот и кстати что у меня сейчас общая по глюков ни о чем не о чем очень даже не о чем и по общему миссиям в сам видит тоже жопашная жопа вот такие вот народ дела но сами видите каждый месяц занимает по 20 30 то и 50 минут ой простить это у меня по 20 30 минут а то и 40 и как бы ну но не получается делать подымись и день так далее то есть в серии поэтому уж извините генезис вот такой генезис выходит стримы я не делаю по понятным причинам во первых не хочу во вторых их никто не смотрит а в третьих разделение по сериям для многих людей как там я думаю будет лучше кстати стоять на туре я вспомнил вспомнил про конец серии вспомнил что я хотел сделать для многих это реально разделение лучше тот захочет допустим посмотреть как эта миссия проходит причем я прохожу почти все миссии почти все миссии бета-гамма-альфа они как у многих я пытался найти как лексиса убить короче и посмотрел этот видео она называется как эта миссия ну извините он убил просто бетку такой и все и пошел там томить диносов и такой для а как мне убить альфу вот и я пошел искать дальше то есть как бы понимаешь вот поэтому ну добрый вечер и чай а у меня же сюда не но вообще вот эта дискриминация может хотел купальник один козлы с другой стороны тоже прикольно в смысле вы мне еще крыльдаль новые уроды короче так сенсор вот так капсула добрый вечер так трансмиттер так погнали домой до дробилки вот салкер простите блат сталкерш я их постоянно называл 20 кирм я подал я это уже и сам заметил но кому так добрый вечер чая из тебя получил нормас а через тебя получил короче если уж что я посмотрел сколько я бы получил металла за тысяча три даже сейчас вот можем посмотреть да за сейчас я получил 600 даже вот так вот 700 800 металла систем предварительно обнаружения понятно 725 я говорю получил металла жемчуга и полимером давай посмотрим сколько я бы получил металла если я бы поменял его на шестигранники ну вы поняли короче сколько бы а подожди здесь умножаем на 5 отлично нажимаем на 5 калькулятор так 725 делим на 5 с математикой дерьмо получаем 145 стаков нужно получить 145 стаков вот сколько я бы потратил а вот сколько я потратил но здесь я получаю только слитки металла а здесь я получаю остальные ресурсы черный жемчуг электроника органический полимер слушай прикольно именно для этого я и хотел это сделать делать 5 но тут как бы перебивает все то есть здесь только органика и металл меня перебивает уж не говоря о том что я получил черный жемчуг а он здесь вообще по единичке накидывается ну 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 как бы да вот в общем короче я доволен тем что я получил за это все давай спросим это все говно суда и получим еще раз кому нужна была миссия они уже посмотрели а это уже чисто для сравнения по ресурсам чая получает так говно говно ящик за боеприпасов что окей ну вот тут тут молоко виверное ну окей допустим молоко виверное получить не так уж и легко плюс его нельзя купить да или можно купить молоко виверное я здесь его не вижу ну то есть молоко виверное куплю полторы тысячи а мне сколько дали а ну прикольно то есть я здесь только 15 тысяч половину я только отбиваю вот этим но окей допустим допустим осколок элемента ну скажем так это хуже это хуже тут как бы не поспоришь молоко виверное я не знаю зачем она мне пускай там тусуется кстати чутка будешь портится до конца сезона ты не испортишься отлично так давай еще разочек молоко по гадке и обычный корм ну кстати корм прикольная штука да не очень-то но здесь вот это здесь еще другие корма мне шпана давали стиль волос романтический ну наверное я должен был типа если фон у меня не был бы изучен я бы его наверное изучил возможно возможно я бы его изучил но это не точно кстати это фигня знаю она типа это закидываешь она выполняет турель и насколько ну здесь тоже как бы не очень но этим киблы киблы тоже оборот но когда мы посмотрим это другие киблы да это другие киблы вот этот зеленый повторился и пожалуй все а бляха-муха да то есть это другие киблы кроме зеленого а мне нужен был желтый на база завтра ну ладно что поделаешь привет ах ты смотри чуть чуть не хватило но в любом случае я хочу проверить вот это ну слушай здесь опять стиль волос дают ресурсы и хавка по прикольно мозик красава а это там судя по хотя чертого знает ну и давай вот это последнее обмениваем ресурсы легендарное седло пока не что нереально фиг с этим то легендарные седла и серьезно но счет короче я вам так скажу по ходу дела это надо было по 10 тысяч брать надо было по 10 тысячи брать короче ресурсы да вот все что я могу сказать по этому поводу ничего больше ничего меньше как у лёша я не знаю куда их ссувать волосы тоже не знаю пиявки тоже не знаю но в общем все говно и вся говно на разберемся зато мясо и жареные хоть жарить не нужно типа короче на этом уже точно будем заканчивать последние 10 минут были очень продуктивные но честно я могу сказать мне на 10000 больше ящич понравился надо будет потом как-нибудь попробовать когда еще заработаем мимо ножичка шестиграничков где как не здесь вы узнаете что вы можете получить из лутбокса фарка на этом я уже с вами буду прощаться как и всем спасибо за просмотр не забывайте подписываться на канал ставить лайк планировать на конечно делиться мои виды своим друзьям на то все всем удачи всем пока всем счастливы добра всем пока пока пока